всем привет дорогие друзья сегодня с вами продолжаем сниматься программирование микроконтроллеров stm32 и мы продолжаем тему программирование шины usb устройства host или ведущего класса msc mass storage класс с использованием интерфейса hs high speed только проект на данном занятии как мы видим вот тут из наименования его мы будем уже делать с использованием операционной системы реального времени freer tos и при использовании данной системы будут свои тонкости поэтому такой урок было принято решение сделать в уроке 141 мы уже работали с данным интерфейсом и с данным с классом поэтому нам все равно будет проще чем если мы бы изучали все с нуля в качестве подопытной платы мы по-прежнему с вами будем использовать отладочную плату stm32 f746g discovery а также тот же самый флеш накопитель на 8 гигабайт который мы и использовали в уроке 141 вот она наша плата подключим к ней поти g кабель micro usb широкой частью наверх и также подключим вот такой вот провод тем самым соединим st-link с компьютером кода на плате нет абсолютно флеш накопитель пока не цепляем пока убедимся что флеш наш накопитель абсолютно чист вот такие файлы мы для него подготовим различные пусть пока лежат ну и теперь извлечем безопасным способом наш флеш накопитель из usb шины компьютера и можем его в принципе сразу поместить usb разъем кабелю tg ну и все пока конечно никакой у нас реакции не будет пока давайте займемся проектом уберем нашу красивую плату куда-нибудь в уголочек прежде немножко настроив геометрию чтобы у нас все было красиво и пусть она там в уголочке лежит проект был сделан из одного из проектов с использованием который был системы free rtos вот такой когда мы работали с очередями в уроке 111 пока он не сделан я вам еще лишний раз давайте покажу как вообще делаются проекты ну назовем мы наш проект по теме занятия вот так создаем папочку с таким именем открываем проект донорский скажем и забираем все оттуда вот это вот не нужно теперь так как версия кьюба у нас протерпела много изменений нам будет еще кое-что нужно проделать но пока стандартное мероприятие переименовываем файл проекта юбовского также вот здесь переименовываем но прежде чем переименовываем найдем давайте зеленым зеленым не получилось сейчас найдем обычно когда зеленым помечается вот легче искать остальное здесь переименовываем трех местах иногда в двух здесь вот не обязательно но лучше все равно переименовать это очень недолго делается затем из папка все версии убираем все что делали не мы но кроме мэнси мы его тоже не делали он сам сделался но мы хотя бы с ним работали вот фриртоз вот этот убираем потому что данные файлы может быть изменены а когда они уже тут есть то юб немножко путается вот это вот все тоже все не наше то есть вот остаются наши фонты тут и аналогичные вещи делаем в pink папки вот это мы им тоже можно удалить мы ничего то они писали и вот эти два файла то есть остается вот больше нам чего не надо открываем наш проект и теперь мы будем знать как все делается то есть он еще вот в какой был библиотек делать мой здесь ли соглашаемся с использованием старой библиотеки и тогда мы и начнем скачивать либо мигрируем в новую версию мы будем мигрировать в новую версию кюб у нас 5 сейчас все у нас откроется и начнем мы с ним работать с поры 111 урока также немало утекло воды поэтому нужно будет проделать тоже здесь кое-какие мероприятие которые мы с вами нашим совместным умом нажили за это время и уже в других проектах использовали но этот проект он это соответственно еще не знал middleware free rtos здесь кучу немножко подравниваем до ровно 32 килобайт 32 768 байтов и выбираем вот такую вот схему распределения памяти хорошо теперь идем в задачи и в очереди вот эту вот задачу вообще убираем мы не пользуемся все равно а вот в этой задачи стек чуть-чуть тоже подравняем задач по умолчанию нам здесь хватит 1024 и создадим еще одну задачу она у нас принцип созданную но она создана нашими руками а мы ее сделаем автоматически созданную мы так то что с вами сделал это задача для вывода строк на дисплей такая задача 528 чуть-чуть приоритет прибавим чуть меньше нормал и здесь тоже функцию вот так только с большой буквы все теперь у нас 528 не попал клавиш бывает такой сохранять нам ничего не надо как известно в пятой версии куба теперь идем в fmc включаем остальные банки памяти и связи с этим теперь идем в cortex включаем первый регион еще нулевой включен с вами и адрес уже берем на 4 мегабайта больше и тоже выбираем регион размер 4 мегабайта соответственно не забываем включить доступ и здесь включаем все опции доступа и теперь займемся шины юсб выбираем hs хост также вот здесь определить не забываем на pc2 вот этот вот контакт allpdir потом идем сюда в юсб хост выбираем класс назначаем вернее отключаем управление конфигурированием дескриптора здесь добавляем 12 здесь душечка и соответственно немножко стек поднимаем у нас памяти много она не помешает ну и fatfs конечно без нее как-то не то она помогает структурировать данные иначе хранить будет очень неудобно включаем поддержку длинных имен на уровне стека выбираем вот здесь советует не выбирать ну ничего страшного то есть вдруг попадется какой-нибудь flash драйв с таким сектором здесь восьмерочку что 8 файлов мы можем открыть чтобы все это на будущее прежде чем генерировать край проект убеждаемся что у нас вот здесь вот это я вам еще наверное не объяснял открываем репозиторий то есть пока с пользователями папка нашего пользователя стм32q перепозиторий выбираем наш последнюю библиотеку у нас вот 1114 для f7 идем middle wires сюда fatfs src открываем вот такой ffh и запоминаем то есть вот это вот проделаем но это я просто комментарий и отключаем re re-entrant то есть проверка повторного входа она работает в данный момент не совсем корректно в библиотеке fatfs поэтому лучше вот так проделал то есть она включена у нас ее вот здесь вот отключить невозможно fatfs сейчас я покажу вот только enable а мы ее вот отключили чтобы уже нам потом не париться файл не править мы его поправили сразу библиотеке ну я там написал на сайте как это делается ну и все генерируем проект наш для workbench соглашаемся здесь ругается на usb хост пусть ругается все будет работать открываем его там дожидаемся когда вот тут все это проиндексируется можно сразу main c открыть идем properties сюда включаем 4 потока вот оптимизация но быстрее будет собираться то не дождемся оптимизации в единицу достаточно идем сюда есть тут что то есть то убираем пытаемся собрать проект понятно что сейчас тут не соберется так что 2 теперь функция у нас так стринг out поэтому пользовательскую убираем вот который мы руками делали ну заодно вот этот task 01 он нам тоже не нужен абсолютно тоже его убираем потом идем сюда вот и убираем хендлы на все это хозяйство дальше прототипы данных задач тоже нам не нужны здесь добавляем еще позиции по x структуре для аргументов структур тоже убираем сами аргументы тоже убираем и тут вот еще шрифт добавляем данную структуру не соберется не соберется пока не собирается ну да ладно потому что мы все тут поудаляли с вами и добавим глобальный строковый массив у нас нет вот как у нас написано на сайте уже статье практически который вскоре будет опубликовано вот это все здесь удаляем в мэне создание этих всех задач аргументы привязывания вот тогда может даже что-то у нас и соберется опять не собирается дойдем мы сейчас сюда вот задача по умолчанию у нас такая есть убираем все из нее то что не мы создавали оставляем так одну задержку в бесконечном цикле ну уж теперь точно соберется и сейчас все собираться будет сравнительно таки быстро тем не менее пока все равно мы ждем добавляем задачу для вывода строк на дисплей вот здесь переменные и в бесконечном цикле обработаем очередь удалив предварительно оттуда задержку там задерживаться будет не нужно все мы все равно здесь будем сидеть очередь ждать и тем самым давать другим работу хитро все ждется за счет таймаутов вот такой таймаут у нас неплохой так что ждем ну вот теперь для двух задач которые нужны будет нам для usb мы с вами подготовим идентификатор идентификатор ну или хендлы также для красоты вот этот define поднимем где файном ударим вот эти буфера у нас другие будут и подключим с вами переменной структуры состояния программы создадим идентификатор очереди для пользовательских состояний программы она будет приходить в очередь состояния ну или идентификатор состояния из другого файла во-первых и между очередями его нормально быть передавать очередь это хорошее дело в фриртосе все-таки как-никак ну и теперь для пользовательских состояния и программы создадим перечисление тоже удобная такая штучка чтобы не париться с циферками и добавим массив для регионов кучи мы знаем зачем он делал без этого не будет работать пятой схемы распределение памяти и здесь вот ее инициализируем вернее их эти регионы они у нас попадут в нашу кучу прекрасным образом куча будет у нас после этого 64 килобайта будет там где разгуляться убираем надписи старые все из дисплея добавляем новые и затем устанавливаем другой цвет такая надпись usb hc host ms c freer tos и создаем очередь для которой мы пока создали только идентификатор создали идем файл usb host c подключаем сюда библиотеку фатфс то есть вы не обязательно с интерфейсом hs может работать и не обязательно на этой плате freer tos работают на разных то есть там со стеком подрегулируется вполне можете использовать discover 4 может даже не подключать к ней никакой переходник на улпи тире hs фи может работать с фэсом элементарно то есть все практически одно и то же просто у вас вот тут будет уже fs написано вместо hs так что не бойтесь что это урок для сугубо там тех у кого существует мощной платы да еще есть на борту сразу с микросхемой переходной конечно так удобней но это абсолютно не обязательно вот тут мы с вами еще забираем вот это все из нашего мейна си сюда подключаем экстернами то есть наш пользовательское состояние программы вернее не пользовательское вру простите это идентификатор очереди чтобы здесь был виден потом путь к корневому разделу но мы не от себя подключаем это мы подключаем из фатфс вот отсюда и это тоже из фатфс подключаем все это тут рядом то есть это к структуре фатфс она нам приходится здесь идем теперь вот сюда вот к процессингу состоянии программы вот эти все статусы убираем мы их потом установим у себя там мы передадим в сообщении какой нам статус обрабатывать вот здесь и вот здесь и вот здесь а там уже потом привяжемся дисконнекшн то есть когда мы извлекли накопитель мы попадаем сюда тем самым мы потом посылаем сообщение в виде очереди нашей программе в другую задачу что у нас вот такой дисконнект и там уже с ним работаем и плюс отмонтируем накопитель полностью то есть чтобы все было во первых безопасность чтобы в любой момент при присоединении накопитель опять мы могли его примонтировать если мы вот это не сделаем мы не сможем примонтировать дальше здесь только статус меняем здесь примонтируем накопитель им также меняем статус мне статус мы уже тут не трогай статус у нас уже вот здесь вот так больше здесь ничего мы не лазим не трогаем возвращаемся в наш любимый main c ну лишний раз попробуем собрать что мы пока еще ничего там сильно не напортачили хорошо все собирается у нас добавляем задачу это мы с вами идентификаторов насоздавали сюда вот к четвертым ближе скобкам добавляем задачу для работы с юсби шины добавили и создаем ее задачу по умолчанию стараемся делать вот в таких вот скобочках между бегин юзером и эндом задача создана значит она уже там работает но понятно мы тут повеснем если сейчас задержка или еще чего тут не добавим поэтому мы сначала установим статус наш пользовательский может не пользовательский сейчас посмотрим пользовательский не пользовательский у нас другой нет наверное не пользовательский все-таки такой общий статус до использовательскими потом мы будем работать потом Идёт бесконечный цикл у нас, в котором мы ловим сообщение, которое у нас придёт откуда-то с нашим статусом. То есть, если у нас disconnect, то мы вот тут и ставим disconnect. Мы там убрали с вами, мы поставим его вот здесь. Разницы в принципе нет, но так вот нагляднее и круче. Если ready, то вот ready, то есть обработали. И выше добавляем теперь функции для ещё одной задачи по работе с шиной USB. Есть такая задача и её тоже создаём вот здесь. Можем до статуса, после, если что лишний круг там мотанём, он быстро пройдёт, ничего страшного. Создали. То есть, мы уже попали с вами вот сюда. Теперь, как задача создалась. Мы и тут работаем, и сюда попали. Но тут мы не работаем. Потому что получится такая вещь, что заблокируемся здесь будем. Ну, хотя может попадём, если мы, возможно, бесконечный цикл создадим и там не сделаем задержку. Ну, не знаю. Создадим мы сейчас и цикл, и задержку. Всё мы сделаем. В котором мы узнаем статус наш пользовательский, уже теперь наконец-то. Вот такой вот, для которого есть перечисление. Узнали. И если это идл, то тогда… Ну, у нас по умолчанию он и есть идл. Он равен нулю, потому что… То мы меняем статус на старт. И, соответственно, потом его начинаем обрабатывать. Прежде чем обрабатывать указатель на структуру очереди для отправки на дисплей и строку. Массив строковый из 100 элементов на всякий случай. Это будет в VUSART там отправка и не только. И дальше мы вот здесь вот из цикла, из бесконечного не выходя, но из свитча выходя, обрабатываем статус с вами, глобальный статус такой, на дисконнект. То есть, если у нас с вами пришло сообщение, что дисконнект… Вернее, не пришло сообщение, пришло сообщение вот здесь и мы его установили. Если у нас установился вот такой вот статус, мы тут вертимся и его отследили. То мы с вами выведем сообщение STOP на дисплей, также в терминальную программу мы выведем сообщение, что у нас с вами отмонтирован носитель и перейдём в статус вот такой вот уже IRL. Но это ну типа как спящий, ждущий статус и переведём и наш пользовательский статус тоже в IRL. Потом, если мы попали с вами в старт, а мы в него уже попали, то надо его обработать. Потому что мы его тут вот установили уже. То есть, мы уже там при следующем круге конечно, потому что break. То тогда мы опять же в случае, если у нас ready глобальный статус, мы с вами пишем на дисплей старт. Вот. То есть, это всё произойдёт в том случае, если у нас вот здесь актив был и пришло уже сообщение туда подобающее. То есть, сообщение пришло и вот здесь мы установили AppleState ready. Всякий другой раз мы сюда не попадём никогда. И получится у нас теперь с вами старт. Дальше. Чтобы нам не вертеться бесконечно в этом бесконечном цикле, мы ещё с вами добавим несколько вариантов или кейсов. То есть, мы с вами установили FileOperation. То есть, и здесь опять мы в этот FileOperation попадаем только если у нас опять ready. Если флэш-карт у нас там есть, не флэш-карт, простите, флэш-драйв. И уже статус устанавливаем мы наш пользовательский эксплорер и попадаем вот сюда. И пока мы вот так вот вертимся вот здесь, то есть, всё это если обработали, и будем здесь вертеться долго, пока у нас не будет disconnect. Вот такие вот дела. То есть, ну мы теперь можем с вами уже всё это проверить. У нас флэш-накопитель с вами чистый. Собираем код, чтобы нам в сегодняшней части хоть что-то с вами увидеть интересное. Код собран. Запускаем терминальную программку. Там у меня уже подготовлен нужный порт. У нас в принципе с вами уже флэш-накопитель воткнут. Ну и здесь connect. И прошиваем наш контроллер. Ну и через некоторое время мы видим старт. Вот так. В терминальной программе у нас ничего нет. Мы ничего ещё не выводили с вами. Извлекаем наш флэш-накопитель и видим стоп. И здесь видим, что у нас он отмонтирован. Ещё раз помещаем. Старт. Вынимаем. Стоп. И там сообщение. Ещё раз. И там сообщение. Вот так вот всё у нас волшебно с вами получается. Поэтому на такой вот оптимистичной ноте разрешить с вами попрощаться до следующей части нашего занятия. Пишите комментарии. Жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился данный урок. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы узнать, когда выходит следующее видео. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго здоровья.